Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И если уж и кто собирал на московской земле в то время в правильные житницы, которые не на земле, а на небесах, так это был святитель московский Филарет. О нем осталось очень много свидетельств из переписки, которые он вел, из писем, из документов, из его проповедей и учебников. Родился в последней четверти XVIII века в городе Коломне. Поступил в семинарию коломенскую, так как происходил из священнического рода. Учился хорошо, поэтому сдал экзамены Московскую Духовную Академию, где как талантливый студент попал в поле зрения митрополита Платона. А это по тем временам значило очень многое. Это значило, что человек не останется на одном месте, но лифт социальный заработает. Заработал он и со святителем Филаретом по его заслугам и по тому вниманию, которое на него оказывал митрополит Платон. Еще, будучи академистом, он стал преподавателем академии и штатным проповедником монастыря Троицы Сергиевой Лавры. Будучи еще штатским, обратите внимание. Но это продлилось недолго. Митрополит Платон всех своих учеников так или иначе склонял к принятию монашества, принял монашество, а позже и священнический сан и святитель Филарет. От рождения ему было дано имя Василий, и вот это имя меняется на не менее более славное имя Филарета. Много можно сказать о святителе, но сегодня остановлюсь на некоторых особенных его качествах. Несмотря на то, что достиг святитель больших высот духовных и социальных в своей жизни, но на протяжении всего своего служения, всей своей жизни он сохранил трогательные, теплые, доверительные и глубоко почтительные отношения к своему отцу, который был сначала диаконом, потом был рукоположен священнический сан, но тем не менее оставался достаточно скромным лириком города Коломны. И чем старше становился святитель Филарет, тем выше он поднимался по духовной и служебной лестнице, чем больше стяжал среди людей, в том числе и власть имущих, авторитет, он все более и более по каждому вопросу в письмах советовался со своим отцом. Это чрезвычайно редкое качество, когда с возрастом, когда с положением человек молодой еще не теряет связи со своим отцом. И это весьма плодотворно сказалось и на характере святителя Филарета. Также можно отметить энциклопедические способности и возможность взяться за любое дело, за любое послушание, на которое вставила церковь и священноначалия святителя Филарета. Он, обратите внимание, вместе с реформатором Спиранским входил в комитет по духовным учреждениям, то есть занимался реформой академий, семинарий, духовных школ. Дел был непочатый край, но делать их было нужно. И святитель все это терпеливо и исполнял. Когда потребовался надежный, знающий священник, тогда уже святитель в деле о престоле наследии перед коронацией Николая I, когда уже Александр I был при смерти, также составить этот документ по передаче престола доверили святителю. Сейчас для нас этот документ кажется не столь важным, каким он являлся в то время. Ведь одно неточное слово, одна неточная запятая могла привести к роковым последствиям для всего государства. Далее, несмотря на то, что святитель был, как оказывается, против освобождения крестьян от крепостного права, именно ему Александр II для редакции дает свой манифест уже в середине XIX века. И святитель послушно, внимательно, буропотно и исполнительно точно выполняет возложенную на него послушание и работу. Не забывает святитель, когда уже находится на московской кафедре и о простом духовенстве всячески защищает его от притеснений власть имущих. И еще долго уже после его кончина, до самой революции, священники вспоминали о его особой заботе, чтобы у священников было свое жилье. Не абы какое съемное, но именно своя, пусть небольшая, но квартира недалеко от храма, так как это было необходимо для семьи священника, совершенно очевидно, и для прихожан было очень удобно, когда священник находится недалеко от храма, всегда его можно было позвать на какую-либо требу, заказать какую-либо службу. Ну, конечно же, все вы прекрасно знаете, что делом всей жизни святителя Филарета и главным его делом это было попечение и участие в переводе священного писания Ветхого и Нового Завета. Дело было поистине колоссальной трудности и духовной, и интеллектуальной, и политической, так как много было противников этого перевода. Но в переписке святителя сохранились такие слова. Он говорил о том, что русский язык достиг уже необходимого развития высоты и глубины, чтобы с точностью передать то, что было заложено и в греческий, и в латинский, и в церковно-славянский текст Ветхого и Нового Завета. Эти слова для каждого из нас чрезвычайно важны, потому что и у нас бывают сомнения, а все ли вот в этом синодальном переводе учли, достаточно ли он глубок и точен, чтобы понять смысл, заложенный в Священном Писании. Вот слова святителя свидетельствуют о том, что в русском языке он не видел изъяна для этого так нужного для людей перевода, так как не все хорошо знали церковно-славянский язык, а гражданскому языку были обучены гораздо людей больше, соответственно, большее количество людей могли познакомиться и со Священным Писанием. Был святитель внешне несколько высокомерен и недоступен, особенно это проявлялось в его проповеди сложный, возвышенный, интеллектуальный. Но в общении, особенно в общении с простыми людьми, он также был прост и доступен. Те, кто попадал на прием его кабинет или те люди, которые сподобились посещения святителя своего дома, все об этом свидетельствовали. Был случай, как он наведывался к одному мещанину, там нечего было поставить совершенно на стол, был пост, он сварил курицу, его жена сварила курицу и святитель, ничего не сказав, несмотря на пост, отведал этого блюда. Это вот многие, на многих произвело огромное впечатление, то, что не был ни ханжо, ни фарисеем святитель. А вот от власти имущих своих, свою паству защищал также ревностно и умелого, так как знал закон и умел правильно повести речь не только с простыми людьми, но и с теми, кто был облечен властью и имел дерзость совершать те или иные нападки на церковь. Были у него сложные отношения с оберпрокурором, в частности, Протасовым, настолько это были сложные взаимоотношения, что даже на Синод святитель никогда и не появлялся в Санкт-Петербурге, хотя был постоянным членом Святейшего Синода. Вот память какого человека, какого святого мы сегодня совершаем. Колоссальная трудоспособность, колоссальная самоотдача, ничего для себя, но все для церкви, при этом не теряя человеческой своей сущности, не теряя вот той душевной теплоты, которая проявлялась в отношении к простым людям и в отношении к своему отцу. Действительно, собирал сокровища святитель на небесах, поэтому из года в год церковь, особенно в Москве, его от всего сердца прославляет и обращается к нему молитвенно святителю Отче Филарите, моли Бога о нас, аминь. Всех причастников поздравляю с принятием святых користовых тайн, те, кто очистил свою совесть покаянием, с очищением совести. Послушайте слова молитвы. Слава тебе Боже, слава тебе Боже, слава тебе Боже.